Когда в родной Венесуэле начались перебои с подачей электроэнергии и серьезная нехватка бензина, Аугусто Праделли переделал машину для гольфа в небольшой грузовик на солнечных батареях. Мы хотели сделать транспортное средство, на котором люди могли бы ездить и не думать о проблемах с бензином. Мы взяли за основу электродвигатель от машины для гольфа. Мы адаптировали его, улучшили его и получилась машина, которая может проехать 100 километров на одной зарядке. Аугусто живет в богатом нефтью штате Сулия, в Венесуэле, стране, которая входит в первую десятку экспортеров нефти в мире. Но проблемы с топливом волнуют и ее жителей. В США, одном из крупнейших экспортеров нефти, в июне цены на бензин перешагнули отметку в 5 долларов за галлон, то есть 3,79 литра, а в некоторых штатах доходили до 7 долларов. Сегодня в США цены на бензин опустились ниже 4 долларов впервые с марта, но скачки и сильное подорожание топлива в целом заставили как потребителей, так и производителей подумать о долгосрочной перспективе и переходе на электромобили. Отраслевые аналитики считают, что стоимость электрических автомобилей в диапазоне 30 тысяч долларов и запасом хода на одной зарядке до 480 километров заставят покупателей отказаться от машин с бензиновым двигателем. Я думаю, что низкая стартовая цена способна привлечь многих покупателей автомобилей. General Motors запускает производство небольшого внедорожника Equinox, стартовая цена которого как раз будет около 30 тысяч долларов, а запас хода в стандартной комплектации около 400 километров. У более дорогих моделей почти 500 километров. Новый Equinox EV поступит в продажу осенью следующего года. «Прежде всего мы хотим, чтобы феноменальный продукт Chevrolet, который мы сделали, был конкурентоспособным. Мы должны быть конкурентоспособными из точки зрения стоимости. Итак, цена около 30 тысяч долларов – цена этого автомобиля. В этом сегменте такого еще не было». В течение следующих двух лет новые автомобили появятся в линейках Acura, Audi, BMW, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Maserati, Mercedes, Nissan, Porsche, Volvo, Volkswagen. Сложно отрицать растущее внимание автопромышленности к электрификации и неизбежному переходу от внутреннего сгорания к электричеству в качестве предпочтительной трансмиссии. Правительства таких стран, как Китай и США, а также местные требования в городах Европы и таких штатах, как Калифорния, побуждают производителей планировать постепенный переход к электрическому будущему. Пока на рынке США по-прежнему безраздельно властвует Tesla. Именно ее модели возглавляют рейтинг самых продаваемых электромобилей в стране. Model Y, не самый дешевый электровнедорожник с запасом хода до 530 километров, может стать самым продаваемым электромобилем за всю историю, вытеснив Model 3, той же Tesla, с этой позиции. Одна из причин популярности – развитая сеть зарядок. К слову, в скором времени в Аризоне появится новая станция компании SuperCharge V4, которая будет заряжать быстрее, предположительно до 300-350 киловатт, работать в том числе на солнечной энергии, а также позволит электромобилям других производителей пополнять заряд батареи. На прошлой неделе вьетнамская компания WinFast представила полностью электрические внедорожники, нацеленные на международный рынок. Поставки электромобилей в США должны начаться уже в декабре. Первые автомобили будут доставлены нашим вьетнамским клиентам. После этого будет произведена следующая партия из 5000 автомобилей для рынка США и Северной Америки. Мы начнем производить эту партию на следующей неделе. Затем мы начнем производство для рынка ЕС. Компания планирует продавать до 750 тысяч электромобилей в год к 2026 году. Но есть и обратная сторона полной электрификации. The Guardian опубликовала материал о том, что рост цен на электроэнергию может замедлить тренд на отказ от бензиновых двигателей. Электромобили становились все более привлекательными по мере роста стоимости бензина. Но после недавнего повышения цен на электроэнергию, например, в Германии, примерно на треть по сравнению с прошлым годом разница сократилась. Настоящее время Америка. Вашингтон.